Океаническое чувство – это не только поэтическая метафора, критикуемая Фрейдом в будущем одной иллюзии, но и весьма строгая структуралистская формула. Ведь Библия начинается с того места, где над хаосом мирового океана возносится дух Бога. Но кому же в мифе принадлежит проокеан, которому человек обязан своим океаническим чувствам? Память о древних проокеанах дарит нервническое забвение в ритмах прибыла. Есть состояние, которое можно сравнить с этим постоянным оргазмированием каждой мельчайшей частичкой тела. Однако океан непредсказуем и капризен, он всегда грозит бурями и цинами. Воды могут как вынести медузно-каменистый берег, так и расколотить в труху их и повернитель. Безопасно наслаждаться женским аспектом, спонтанностью, отдаваясь простору всем телам собственным, можно лишь тогда, когда наслаждению кем-то выставлена граница, когда за безопасностью организма в теплых водах кто-то благожелательно следит. Сперва убаюкивание – это функция родителей и воспитателей, затем самого взрослого субъекта и его культурного эго. Однако на функцию сканирования и контролинга уходит обычно немало энергии, которой живая особь могла бы распорядиться с гораздо большим удовольствием. Поэтому нередко люди, стремясь усилить наслаждение в обход культурных интроектов, не сумев или не пожелав учиться делать иначе, делегируют контроль за своими актами и эмоциональным благополучием. Музыка и пение столь популярны, поскольку помогают уловить настроение и чувства даже без знания языка. В близких отношениях и особенно в любви есть соблазн двигаться наугад, не веря словам, но опираясь лишь на манящую мелодию напева. Так удается не только избегать фрустрирующих самоограничений и сохранять идеализации, но еще и регулярно получать прибавочное наслаждение в перверсиях, разламывая в священных войнах чужие неврозы. Древний индусский миф без окивоков утверждает, что проокеан состоял из молока, и оттуда появились все сущности. Вознестись над молочным проокеаном еще в древнейшем мифе означало победу над собственной беспомощностью и овладение формирующим принципом как универсальным источником любых благ. Как же космогонический миф древнего мира перешел от универсалий райского яйца к идее спасителя? Символическая идея формообразующая, и поэтому в религиозном мифе говорится, что в начале истории человека было слово, которое освобождает субъекта от гнета неведенья в самом себе. Победа Хананейского балу над драконом Латану, победа Месопотамского мордука над Теамат, эти опоры в Библии хоть и являются фундаментальными для всего нарратива, но значительно больше подверглись утеснению. Структурная Библия начинается на шаг раньше, чем слово Бога Отца. Это жест вполне в стиле древнего мира, когда неугодные имена сбиваются со всех табличек, продолжение траурных и оградительных табу. Заметна острая комплексная чувствительность к тому, чтобы произносить и слышать запретные слова, которые могут знаменовать призыв злокозненного демона, тоскующего по прежней власти. Они могут приводить к порче маны и благ. И все же полностью отказаться от всепоглощающего аспекта имени Матери и его эвфемизмов оказалось слишком сложным, а в ряде контекстов невозможным. С одной стороны, в псалмах Бог Яхве восхваляется, как тот, кто восседает на драконе потопа, и как тот, кто установил трон на корнях моря. Но с другой стороны, Яхве, начиная священную историю с самого себя, значительно уменьшает космогоническую роль водного дракона и вырезает его изо всех титров древнего блокбастера о потопах. Подобный запрет обрисовывает масштаб архаичного ужаса перед всеобъемлющим материнским образом. Яхве апроприирует океаническое чувство всевластия в отношении одного своего культа, стремясь поставить его на службу закону. Однако победивший дракона сам становится драконом. И, как утверждает Фрезер в фольклоре в Ветхом Завете, Яхве то и дело проявляет себя как ревнивый бог. Мелочный, подозрительный и сварливый. Не вынуждает ли себя повторять прошлое тот, кто желает забыть саму память об истории? В итоге кто-то обязательно должен взять на себя грех, как Прометей, либо Иисус. Ведь обучение происходит по прецедентам и, следовательно, без греха нет знания о природе человека. А искомое знание для субъекта – это исчерпывающий ответ на вопрос, кто и почему установил высший закон, по которому я живу. Какого же рода очарования избегает Бог, воплощающий закон? Какой соблазнительный зов из океанических глубин оказывается в перманентном бане, а взамен предлагается роль из базового набора монотеизма? Какую великую Матерь Богов расщепили на ипостаси безгрешного дитя, кающейся Магдаленой и Святой Марии? Песня сирен В предании, в архаическом зове Лилит, животная ярость смешивается со сладкоголосым бением сирен, чьим проклятием было заманивать и жестоко убивать доверчивых мореходов. А в чем состоит ядро этой заманчивости? Внимая зову, нужно ли заранее залепить уши воском или связать себя, как хитромудрый Одиссей? Как говорил Фрейд в «Тотеме и табу», повествую о запрете при типичном вытеснении, чтобы избегнуть изоляции, субъект старается вместо запрещенного объекта или действия найти суррогат. Гиперопека, как избыток нежности, отмечает Фрейд там же, естественно, возникает при компенсации преобладающей враждебности. Зато такой миг, когда обыденный предмет возвышается до вещи, даст динг, как кажется, и скупает прозаичность жизни. И вследствие в состоянии глубокой регрессии, в крайностях идеализации, субъект являет избыточный восторг и жадность к наслаждению, лебеденозно сверхинвестируя при этом и себя, и объект, который он получает. Кроме того, если наслаждение перверта и невротика значительно ограничено символическим, а в неврозе еще и урезается воображаемое, то в ранней идеализации, напротив, еще нет столь сильной и развитой метафоры имени отца, которая должна была бы способствовать вытеснению инфантильных желаний. Все это может производить очень сильное впечатление на известную часть публики. Очаровывается харизматом те, кто жаждут витальности со спецэффектами, но не решаются на искомую глубину регрессии сами. Конечно же, стоит проявиться ограничением, как идеализация срабатывает в обратную сторону, и тот, кто ранее делал любовный жест, по определению становится идеально плохим. Такая амбивалентность, то есть эмоциональные качели, могут быть заманчивы по контрасту с безучастным равнодушием родительской фигуры. Тот текст, который генерируется в идентификации с хтоническими фуриями, по сути, не важен. Они компилируют чужие означающие, подменяя общепринятые понятия собственной риторикой. А при падении символических порядков релевантная информация содержится исключительно в тоне и музыке голоса, с игнорированием содержания слов и со спутыванием их смысла. Такой социолингвистический феномен, как эффект Барнема, помноженный на угрозы, перемежающийся гиперопекой и бомбардировкой любовью, грозят атрофией воли к самопознанию. Затопление эмоциями должно быть одним из рычагов воздействия, поэтому требование самому вписать себя в контекст по интенсивности схожа с криком. Достраивая намеки и перебирая догадки, субъект сам вмещает себя в пустую рамку предложенного контекста. И в итоге некритичный слушатель перестает различать личные мысли и речь, и сторонние команды. А наши друзья, моя работа, 8 лет вместе, это тоже имплантация. Работа настоящая. Возникает ситуация спутанности, когда ведомый субъект оказывается не способен распознавать отличия внешнего и внутреннего. А следом избавляется и от стыда. Осязаемое тело, транслирующее бескомпромиссное требование, становится подобно живому алтарю. Удовлетворяя плоть жертвами, адепты словно удовлетворяют великую праматерь. Каждое приношение усиливает ее экзальтацию и, соответственно, ужесточаются ее дальнейшие требования. Как ни без юмора замечал Лакан, кто желает удовлетворить всех женщин, пускай полностью удовлетворит для начала хотя бы одну. Сторжение в форме повторяющихся причитаний составляет узел на стороне наслаждения. В соответствии с этим ревностный плач, ламентирование, как и всякое наслаждение, противоречит принципу удовольствия. То есть постоянное стинание с угасанием речи разрушает дискурс того самого субъекта, который желал бы найти облегчение в диалоге. Что до настоящего содержания Зова, оно всегда одинаково. Это тяга к младенческим атовизмам мысли с упором на фантомные боли от несбывшейся сепарации и артефактом удовлетворения вне кажущегося. Игорь Негода Фрейдово убийство отца или спуск к матерям Вариант мифа Фрейдова о культуре, в котором гибнет отец Орды, ух-фатер, структурно относится к древнейшему культурному представлению сакральной жертвы. Животное, убиваемое на охоте или на жертвеннике, отдает плоть и земной век для того, чтобы все остальное племя могло продолжить существование «парла купюр доминат», то есть цену этой судьбоносной купюры. Мотив до некоторой степени универсален, поскольку соответствует и древнему охотничьему укладу, и скотоводческим обрядам. Среди мифопоэтического наследия народов мира, например, широко известен индоевропейский мотив расчленения первопредка Пуруши как основы коллективной детерминации. В индийской мифологии это первочеловек, принесенный в жертву богами в логике смен времен года. Важно, что он был расчленен, чтобы из различных фрагментов его тела возникла не только обозримая Вселенная, но и свойственный ей порядок. Членов всех каст и сословий в религиозном представлении объединяет предморальный коллективный жертвенный феномен, а именно употребление тела первочеловека. Зигмунд Фрейд в «Татеме и табу» уверен этой древней мифологеме, хотя весь фрагмент текста до известной степени условен. Утверждается, что отец обладает всеми самками, и его борют его сыновья. При этом Фрейд особо подчеркивает, что отдает деятельную инициативу сыновьям, субъектам, как мужчинам. У Фрейда женщина испуганно наблюдает за бунтом в стороне. Соответственно, у него это скорее слабые дочери и нежные сестры. Несмотря на то, что издревле женственной суть организации рождения и смерти, в драке мужчин они вынесены за скобки. В то же время братьям удается произвести купюру и установить символическую генеалогию на базе реального акта. Однако миф о жертвенном расчленении можно прочитывать и через иную призму. Сквозь призму культа Кибелы из Малой Азии, который слился в Греции с культом Титаниды Реи, критской матери Зевса. Схожие атрибуты выделяются и у сирийской Астарты, как адаптации, в свою очередь, некоторых аспектов культа Иштар и так далее, не говоря уже даже о мистериях Осириса. Недаром доктор Фауст в бессмертной поэме Гёте испуган одним упоминанием матерей больше, чем дьяволом во плоти. Спуск к матерям – это сквозной беспочвенный простор, который страшнее громовых ударов. Почему же умудренного мыслителя и алхимика так пугает то, что кажется неуловимой взвесью и бессодержательным туманом? Фрейд интересовался спуском к матерям в контексте их общих с Брейером трудом об истерии. Брейер, опираясь на поэтическую формулу, пытался метафоризировать корень истерического феномена, выводя его из нервического возбуждения, из эрегунг, а Фрейд вынес для себя из древней тьмы сновидцев экономическую модель распределения либидо в психическом аппарате. Затем Фрейд упоминает культ древнего материнского божества в заметке 1911 года. Крос из Дидиана де Эфезер, на примере храма Артемиды в Малой Азии, который, по его словам, можно было сравнить с современным лурдом. Тем не менее, перед апостолом Павлом стоял сложнейший вопрос о сглаживании противоречий для христианизации культа. Последователи Артемиды ламентировали, выкрикивая имя богини. Тем самым они противопоставляли ламентацию великой матери со зажигательной яростью тому имени отца, который привнес апостол. Толпа требовала, чтобы непререкаемое величие великой богини, ее всеобъемлющее почитание, оставались вне каких-либо сдвигов или изменений. В древнем гимне, которым Калимах прославляет Артемиду, упоминается самая ранняя прошлая богиня из Эфеса. Он воспевает хтоническое божество Упис с более ранними символами культа Матери-Земли, такими как Литалатрия и Священные Рощи. В греческой мифопоэтике богиня также связана с суровыми и жестокими амазонками. Сохраняя фундаментальную роль праматери, тем не менее она возносит символы правления выше плодородия. И лишь по мере интернационализации образа в последующие века ее ключевым атрибутом становится женская грудь, как знак кормилицы и заступницы. Также появляются очень характерные апокрифы о Деве Марии, в которых Пресвятая Мать привечает как сына не только Иисуса, но и апостола, и тем самым узаканивает его в этом древнем матриархальном культе. А функция Артемиды замещается святым Артемидором. При этом в эллинистической традиции богиней-матерью обыкновенно называлась Кибелла Рея, которая перебирала себе соответствующие атрибуты. Ее почитали во всем древнем мире, а имя Кибелла обычно ассоциировалось с мифом об Атисе. Молшебный кролик! Который ее проклятием довел себя до физического уничтожения. Именно в культе Кибелла требовались экстатические состояния, вплоть до нанесения друг другу кровавых ран и увечий, и оскопления неофитов. Кровавая жертва может умилостивить архаичную богиню. Как говорит Авидий в фастах, в таком акте ярости погибнет та часть его самого, которая является причиной его несчастья. То есть погибнет фалос, который противоречит детской чистоте, и который в итоге падает, как срубленное дерево. Древнейшие тотемы под натиском экономики. На заре цивилизации суровая инициация героя воспринимается как жестокий, но необходимый цикл испытаний в узусе охотничьей эпохи. Самые юные боги человечества со звериными личинами были вольны ламентировать, рвать клыками и клювами плоть. Затем возникает и оформляется мысль о материальном воплощении идеи господнего гнева, о санитаре священного леса, о тысячеруком орудии мести в формате богини Кали. А в качестве демона всегда амбивалентно осмысляются боги в версиях предыдущих поколений. Все слабые юниты должны пасть в прах, освободить место и навсегда исчезнуть вместе с памятью о себе. Однако позже, при плавном переходе к заведению стады, возделыванию пашин, оседлый быт смягчается, появляются стратегические запасы. Развитое хозяйствование возвышает человека над зверем, распоряжение досугам, освободившимся от примитивной добычи пищи, задает ритм быта и ритуала. Расцветает и ветвится система культурных обменов. Некогда порывистые и жестокие, боги хотя бы снаружи становятся терпеливее и мудрее. Научаются строить города и военные машины, торговать, заключать межплеменные договора с целью развития ремесел. Овец начинает не только резать, но и стричь. Как только человек оказывается способен производить благо, что равны ценности его органов тела, либо превышают их, убийство человека оказывается непомерным расточительством. Человеческая жертва, которая на старте истории мало отличалась от крови любого другого животного, с прогрессом цивилизации ценится все выше. Звериные черты становятся для антропоморфных богов едва узнаваемыми атрибутами. Происходит усложнение культов. Они разделяются на пышные храмовые церемонии и на скромные домашние магические обряды. Сублимируются в искусствах, в ритуалах. А уничтожение слабейших понимается уже как архаичное издевательство, как святотатство, бессмысленно из-за его избыточности в рамках более щадящего аграрного уклада. И культурно допускается только в рамках мистерий. Ну, как вы видите, к нам подоспели уже инопланетяне. Все нормально, все в сборе. Давайте я дальше буду рассказывать. Все же человек разумный не всегда может угнаться за своим гуманным идеалом. Как же употребляется несократимый остаток первобытной кровожадности? Это ритуальное опьянение с первокровью, затем пьянящим настоем из шишек и плюща и, наконец, вино. Мотив растерзания и его амбивалентность. Так, в Греции ранее обожествление виноградной лозы для ритуального опьянения и распространение культа Диониса вообще очень тесно связано с древней мистификацией фалоса и с астеризацией вопроса Эпола, когда избранная жертва заранее была обречена на гибель в ходе оргий. Акханки следуют за Дионисом в связи с завоевательными варварскими походами. Можно привести много примеров жестокости Менады. В момент раздирания жертвы участницы экстатических культов не сдерживают ни простые табу, ни его позднейшие дериваты, такие как благоговение и отвращение. Внешние угрозы, например, божественный гнев, не важны и уступают наслаждению как внутренней необходимости. При переходе в психотический модус, влечения целиком вырываются из-под власти вытеснений. В общем, в порыве толпы даже самосохранение сходит на нет. Маниакальное буйство не щадит тел. Мотив растерзания правителя можно найти у многих трагиков и в первую очередь в известнейших вакханках Эврипида. Это убийство Пенфея, о котором повествует Аполлодор, Авидий, Павсаний. Эврипид показывает, как сурово карается неповиновением вакхическим неистовством. Пенфея жестоко убивает его собственная мать Агава, производя тем самым нечто вроде аборта задним числом. Вот как мы можем представить себе контраст между хаотическими криками и упорядоченным пением, а, следовательно, и различные способы насладиться эмоциями в голосах. Во многом не без Ницше, который в значительной степени следовал за Плутархом, бинарная оппозиция Дионис-Аполлон, понимаемая как ор и пение закрепилась в современной культуре. Но действительно ли эти аспекты образуют дихотомию или отношения между ними гораздо более сложны? И такая бинарная позиция это лишь упрощение проблематики сакрального. Во-первых, Дионис узаканивает менедическое наслаждение через трагедию, что порождает встроенную форму классического изложения. Ни этих культурных рамок облегчения и удовольствия можно получить только через варварский экстаз, непосредственно разрывая жертвенное животное, что буквально означает само слово «трагос» «разрываю плоть». Однако же и Аполлон, прежде чем стать покровителем Мус, был покровителем очень жестоких и диких нимф. Древнейшие аспекты Аполлона переплетаются с культом вакханок, и мы видим, как жестоко он обращается с неугодными героями. Мы видим, как нетерпимым к соперникам. Противопоставить Аполлона Дионису напрямую нельзя, ведь их аспекты и нюансы культов подчас совпадают. А соотношение междуарфическим и минодическим может быть увидено как частный случай взаимодополняющих тенденций, как вариант культовой контоминации. По мере развития цивилизации дикости все чаще противостоит культура. Она воплощается в гармоническом строе арфа Аполлона, в строгом запрете жертвоприношений Зевсом и в итоговом оправдании ареста в Афинах. И в то же время еще в древней мифопоэтике Греции были разобраны прецеденты противостояния манящим голосам сирен. Героические воплощения силы закона это Орфей и Одиссей. Одиссей превозмогал ламентации за счет дисциплинированной команды товарищей и не без помощи Афины. А Орфей тем, что сам научился петь столь же обольстительно. Ламентирование вакханок это продукт их крайнего аргиастического ожесточения. Однако безудержная жестокость компенсируется затем нежнейшим вниманием к отрубленным членам. Так утверждают Фрезер в Золотой ветве и затем Фрейд в Тотеме и Табу на примерах этнографических материалов Индонезии и Африки. При том, что схожая амбивалентность присутствует у любого субъекта в невротическом переживании. Инфантицит видится здесь как атовизм древнего варварского стиля хозяйствования. А кто приступает запрет человека убийства сам оказывается под запретом. Кто нарушает табу и пробуждает амбивалентность сам становится табу. Поскольку всякий пример может быть заразителен. У растерзанного врага спрашивается прощение и дух погибшего после ритуалов задабривания якобы должен благословить победителя. В разделе о табу властителей Фрейд показывает как в бреде преследования такие лица соответствуют родительской фигуре и шире мифическому первопредку. Чем сильнее была изначальная жажда поглощения тем больше затем испытывается навязчивость тревоги. Даже несмотря на удавшееся ее отрицание и тем явственнее разворачивается проекция с различными мерами защиты от потусторонних сил. А действительно какое тело вы хотели получить? Ваше. Тем самым разрывая Диониса за Грея или все же отрывая голову сладкоголосому певцу Минады прокладывают широкий путь Орфикам и далее раннему христианскому мученичеству. Именно поздний акцент на оккульте Диониса Загрея знаменует некоторое присущение и частичное ограничение традиций вакхических буйств через имя отца. Страдающее но терпеливое человеколюбие по сути это уже начало христианства в Римской империи когда кровь распятого жезоны и страдавшая погребенна в таинствах остается в узкой вещественно-символической форме святого причастия. Отсюда можно в самом общем виде проследить традицию преемности высоковирулентных форм ламентации в ряде историко-географических контекстов. Музыка